25 июля день рождения Василия Макаровича Шукшина, актёра, писателя, философа русской жизни, человека с великой русской душой. Все, кто искренне любит его повести и рассказы, фильмы, поставленные по его произведениям, всегда восхищаются его основной чертой — умением увидеть и мастерски рассказать необычное, трогательное, трагическое или смешное в казалось бы заурядных событиях. Это качество присуще не просто настоящим мастерам, но обязательно людям, которые любят людей, свой край, свою землю. Книги и фильмы Шукшина близки и понятны простым людям и являются достоянием культуры России. Василий Макарович, писатель, кинорежиссер, сценарист, актер, родился 25 июля 1929 года в селе Сростки Бийского района Алтайского края в крестьянской семье. Отец писателя был арестован и расстрелян во время коллективизации. В 1943 году, после окончания семилетней школы, Шукшин поступил в автомобильный техникум в Бийске. Но так и не окончив его, пошел работать в колхоз в родном селе. Через некоторое время был призван в военно-морской флот. Первые рассказы Шукшина появились именно в армейский период. Он писал рассказы, а затем читал их своим сослуживцам. Через год решил поступить во ВГИК в Москве на режиссерский факультет, который окончил в 1961 году. В обзор включены книги о самых значительных событиях в жизни Василия Макаровича, о его родных и близких, о том, каким он был в жизни – правдивым, честным, открытым. Простая русская душа, оборвавшаяся так рано, в самом зените славы. Шукшин написал более 400 произведений. Это и рассказы, повести, киноповести, два романа. Знакомьтесь с самыми яркими из них. В сборник Шукшина вошли рассказы. «Дядя Ермолай, верую, упорный, забуксовал, и повесть до третьих петухов. Тихие, занозистые, злые и беспечные герои его произведения походят друг на друга. Все заводные и талантливые. Эта похожесть в том, что все они болеют авторской, шукшинской мыслью, живут его талантом, его волей и нетерпением. По существу, он писал непрерывную автобиографию страждущей своей души и мысли. Главный герой Егор Прокудин. Человек тяжелой и необычной судьбы, много лет пробывший в заключении. Выйдя из тюрьмы, он решает податься в деревню, где живет синеглазая незнакомка Люба, с которой он переписывался. Ведь надо немного подождать и осмотреться. Вроде бы жизнь стала налаживаться, но через некоторое время смерть настигает Егора в березовой роще около вспаханного им поля. В книгу известного писателя, режиссера, актера, науреата государственных и ленинских премий Василия Макаровича Шукшина включены одна из лучших его киноповестей «Печки-лавочки». Простая, незамысловатая, трогательная история о том, как чета Растрогуевых, самые что ни на есть деревенские жители, они впервые отправляются на курорт, к югу. В этих чужих мирах главному герою будет суждено понять, как трудно быть здесь своим и кто есть кто. Роман «Я пришел дать вам волю» — это широкое историческое полотно, содержащее правдивый рассказ о сложных и драматических событиях христианского восстания под предводительством атамана Степана Разина. Произведения это отличаются напряженностью повествования, яркими образами героев и, прежде всего, Степана Разина. Шукшин мастерски рисует размах крестьянской войны, показывает ее роль в формировании героических черт русского национального характера. В издание вошли первая и вторая книги романа «Любавины», которые повествуют о жизни крестьянской семьи в сибирской деревне во время Великого перелома 1930-х годов, а также о судьбе детей главных героев спустя 20 лет после описанных событий. Феномен писателя и драматурга Василия Макаровича Шукшина заключается прежде всего в том, что он принес в искусство и литературу свое представление о происходящем с людьми, обращенное к сущности русской жизни. Герои его произведения импульсивны, поддаются порывам, а, следовательно, крайне естественны в своих поступках. И хранит способность воспринимать окружающую красоту, природную одаренность, участливость к судьбе ближнего.